Мы приехали в Бодру. Это популярный мировой курорт, где любят отдыхать богемы, художники, писатели, музыканты и не только. Здесь Эгейское море встречается со Средиземным. И еще здесь родился Геродот, отец истории. Так вот в пальмочках находится наш отель Мандарин Ресорт. Вот так вот к нему можно было идти. Тут парковка. А наша машина стоит вот там, на другой парковке. Отель Мандарин работает по системе, все включено. Вот наш номер, вот зеркало при входе, огромная кровать. И сразу тут выход на балкон, солнечная сторона, не очень хорошо. Здесь у нас бассейн. Сразу же бассейн. Кондиционер находится вот здесь. Довольно большой, очень маленький чайник. Вот туалет. Вот все принадлежности. Зеркало, раковина, душевая кабина. Кстати, очень большого размера. Но отель не свежак, особенно наш номер. Тут у нас эсмисак такой. Мебель вся, конечно, уже разбутанная. Тут вот эти ручки болтаются. Отель уменьшенного ценового диапазона. И не на самом берегу моря он не обладает своим пляжем. А это наш ужин в ресторане с шампанским и живой музыкой. Субтитры создавал DimaTorzok «Субтитры создавал DimaTorzok» Еда была не очень вкусная, но ее было так много, что даже просто прогуляться по этому залу было увлекательно. За почти месяц путешествия по Турции мы никогда столько не ели. Сегодня мы наконец-то едимся. На завтраках все гораздо скромнее, но арбузы были великолепными. В отеле есть СПА, но кому нужно СПА в 40 градусную жару? А мы с вами сейчас отправимся на пляж. Первый день нашего отдыха ушел на плоские почты в решении вопросов. Посмотрите мое предыдущее видео, кто не видел. Оставлю ссылку. Сейчас мы измерим, сколько от отеля Мандарит до пляжа идти. Все, мы пришли на пляж, 7 минут шли. Все, тайминг показала. Та вас завлекают в кафе вовсе подряд. Мы остановились в ближайшем. Взяли пиво и воды, и это была плата за лежаки. Вот кто бодрым пришел паром. Так, температуру воды меряем. Ну, 28 нету, 27 может максимум. Да, 27, мне тоже так кажется. С пляжа открывается прекрасный вид на замок Святого Петра и на замок Бодру. Туда мы обязательно сходим, но чуть позже. Пляж галечный, вход удобный, вода прозрачная. Посмотрим, что под водой. Прозрачность воды куда-то делась, рыбок мало. В общем, смотреть особо нечего. После пляжа хотелось прогуляться. Но было очень жарко. Дуру Бутикотель. Вот видите, это на территории вот этого Дуру Бутикотеля. Какая красота. Комфортно гулять по городу и любоваться им можно было только по вечерам. В наше непростое время многие хотят переехать в другие страны. Чтобы релаксироваться в Болгарии, вам необходим опытный юрист. Знакомьтесь, Славея Димитрова, болгарский юрист в области миграционного права и болгарского гражданства. Славея отличный юрист с большой практикой 10 лет. Это честный и порядочный человек. Если вам нужно ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ и болгарский паспорт, обращайтесь. Проверено на личном опыте. Говорит на русском и английском. Координаты на экране и под этим видео. Когда спадает жара, на набережную высыпают весь бодру. Я снимаю. Красота. Снимаю фонарики. Снимаю фонарики. Фонарики божественные. Очень видно все у нас. Вот тут видишь. Меню. Красота. Повсюду атмосфера праздника. Отдых и релакс. Люди сидят в кафе, едят, пьют и наслаждаются отдыхом. Cheese. Тиczyć. Тиpping. Субтитры делал DimaTorzok 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 Повсюду много кафе и ресторанов Поэтому если у вас отель будет без, все включено, вы совершенно не прогадаете Здесь предлагают очень разнообразную виду и, наверное, она будет вкуснее Можно спуститься, посидеть и у моря належать Да, давай Долго подери, Дашка Конечно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Иди сюда О, тут прохладно От этой штуки, естественно, прям прохладно Ага Последний день своего пребывания мы отправились посетить замок Святого Петра Или замок Бодрум Который является символом города Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Крепость Бодрум Она работает с 10 до 10 вечера Круглый год Билет стоит 500 лет Ай, павлин ты Саркофаги Вот туалет, имейте ввиду Туалет, сувенирный киоск Все на входе И кафе даже есть тут И мы сейчас пойдем наверх Замок Святого Петра Это средневековая крепость, которая была построена на территории античного города Галикарнаса Его возвели в 15 веке рыцари-каспитальеры, прибывшие сюда с греческого острова Родос Строить решили на острове Зефирион, чтобы оградить сооружение от нападения врагов Позже остров был объединен с материком и стал полуостровом Здесь выходят, а как мы? У нас и кафе Так, здесь Пушки Замок строили долго, 31 год Он построен в готическом стиле Имеет двойные оборонительные стены И пять башен Портовую, которая служит входом в замок Французскую, итальянскую, немецкую, испанскую Высота самой большой башни 47,5 метров У входа вы найдете схему замка Здесь все обозначено Павлин, смотри, какой павлин Ой, какой павлин Это схвастка, а белый тоже Все красавец Вот там есть тени, хорошие места Ципа Ципа, ципа Так, вот античные столбики Там наверху еще смотровая площадка Оливковые деревья А здесь есть кафе По-моему, которые даже работают Обалдеть Эта часовня, построенная рыцарем святого Иоанна Является самым красивым зданием замка Вероятно, она была построена в 1406 году А затем реконструирована в готическом стиле Испанскими рыцарями В 1519-20-х годах После того, как замок был сдан турком в 1523 году Часовня была преобразована в мечеть С добавлением минорета Если вы говорите по-английски, по-турецки Подробнее вы можете почитать Об этой часовне на этом стенде В коллекции корей Выйдем наверх То есть дело свободное А тут надо еще тикет Лиман классик Так, 130 лир Внутри замка расположен самый посещаемый музей Бодрома Музей подводной археологии Он занимает 15 залов замка Святого Петра Каждый из них посвящен какой-либо части коллекции затонувших кораблей И найденных на них грузах Есть залоплатные, есть бесплатные Вот кругом артефакты Могильные камни Ожас, огромная территория И везде вот эти вот камни С раскопок Их тут очень много Мы зашли в один из залов музея подводной археологии Где были представлены амфоры Стеклянные, мраморные, бронзовые изделия Драгоценные украшения Предметы домашнего обихода Модели, фрагменты старинных затонувших кораблей Которые удалось достать со дна Игейского моря И реставрировать Ой, как тут хорошо прохладно Смотри, у нас лучше Ну ты что здесь так прохладно? Что может быть лучше? Если у вас нет аудиогида Пользуйтесь стендами Которые расположены во всех залах музея Так, ну что Сейчас заберемся на самый верх Что тут за виды, посмотрим Сколько тут антика Вот этот белый город, видишь? Все, карабкнулся наверх Я думаю, что все тут уже Это последний рубеж Субтитры подогнал «Симон» Вот, ходи здесь Здесь тенек Хорошо Все, что выклали Да Ой, прохладно Ножики, чашки Горешки Замок Бодру Интересное место Всем советую посетить Субтитры подогнал «Симон» Такую интересную композицию Мы увидели в центре Бодрума Похожую на скульптурную доску почета И действительно И действительно Этот проект Называется «Женщины-пионеры в науке и искусстве» Он был реализован Преподавателем Кафедры скульптуры Статуи были установлены На площади Бодрум 8 марта 2020 года Центр Бодрума Очень интересный Здесь есть что посмотреть Но днем В жару Здесь гулять Очень сложно И мы вернулись В наш отель Чтобы Отдохнуть У бассейна Вот этот комодик Посмотри Какая прелесть Старинная Мауза Старинный комодик Так Это наш отель Мандарин Вот мы сейчас Пройдемся вдоль бассейнов Огнимая шляпа Вот я молодец Отель Мандарин Я вышла без шляпы Бассейн большой Первый Всегда разбросано полотенце Никогда нет места Вот тут есть Шауэллс Души Души Туалеты Так Тут у нас Тенек Отлично Вот тут есть что-то такое Снейк бар Пошли Питься хочешь? Закончил работу Закончил работу Ты стоишь не сто Раз лежат Раз Раз Где два, три, четыре А можно вот этот Заняти Рядом Что поставить? Он сломанный А? Сломанный Ну что это? Не знаю Почему-то он поперек Видишь Стоит И вот тут отломанось И это все отель Мандарин Вот эти корпуса Вот эти корпуса Вот эти корпуса А можно вот ехать Посидеть? Можно, да Вот Такой вот у нас Внешний вид На бассейн Так Теперь посмотрим Что здесь Здесь ворота Я так понимаю Это конец уже Территория Вот здесь вот есть еще Какая-то территория Детская площадка Огорожена Детей пока нету И все Похоже Это мы к кому-то пришли На задний двор А там что у нас? Здесь можно взять кофе и пиво Да, ну да Еще можно какие-то напитки Поксикола Со льдом Или что-то еще другое Что ты хочешь Да Либо Либо Ластики Сюрно-розовая пасюка Красиво-розовая пасюка Красиво О, еще идут Мы идем? Да Может быть на бассейн пойдем? Не, ну ты же хотела домой Да Домой? Ты хотела домой? Да Но ты хотела на бассейне положить Не слышу Вот так Клюри с водой Автоматы для воды и кофе Влезет ли сюда капучино? Интересный вопрос Влез Ну только надо, чтобы Да, сверху Ко-у Должно быть кофе пролить Привет На первом этаже у нас еще есть туалеты Ресторан, здесь хоть ресторан А здесь чего? Вот здесь еще какой-то бар А, тут тоже бар с куфем Я думаю, что это бесплатно А, this is free? No, this А, market This is market? А, ok И тут есть кулеры Так что здесь прохладное место Так, мы на шопинге Приглашаю Сид прогуляться с нами Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Так, будем стрелять Так, будем стрелять По чем берем? По чем берем? Так Я понимаю, что я тебе хочу как-то Мне тоже надо ехать быстро Да Мне надо штук И они все сделаны по папке Да А вот это вот, конкретно Вот это вот Вот, да? Какие вкусности Ой, какие сладости Ой, какие сладости Ей так нравится Я говорю, у меня была вакура Она так хорошо, что ты решили Ну, как я вижу, что ресторанчики Вот такие Что? Одежда Алло Здоровые, которые мне нравятся Трикотанцы Мне нравятся Вот эти мидии Видишь, что такое надо футбол выметь Прословно Да, Луи Витон Да И не только Да 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 Все, я вам туда уже Не тут сейчас сяду И что? Вон море там Вон бейкер Ой, смотри Порто Порто Все Еще Сanding Вон Достой В Все, мы вышли. Кругом боленсяги. Садись, ну пуф. Давай, мы уже вышли. Садись, ну пуф. Садись, ну пуф. Садись, ну пуф. Следующий наш маршрут пролегает через Игейское море на пароме. И мы едем на пароме до дачи. Но посадка начинается только за 50 минут. Поэтому у нас еще есть целый час. Билеты мы брали на этом сайте и оплачивали карты. Билет водителя с машины стоит 1300 турецких лир. Билет каждого пассажира по 175 лир. Итого получается 1650 турецких лир. Просто как тут машина заезжает. Там так тесно. Кругом гуляем. Вот здесь вот бодром марина. А вот здесь вот смотри был флаг. Белто бодром марина. Вот отсюда. То солнце светит прямо в кабель. А температура воздуха сегодня опять выше положенной. Где-то 35 градусов. Здесь даже нельзя на велосипедах. Ноу-байт. Или здесь, да. Давай сейчас здесь. Да. Ну, давай. Не знаю, я буду сидеть тут. Перед отъездом решили поесть мороженого. А это цены в турецких лирах. Мы только что проехали мимо обменника. Сейчас курс такой. Едем в порту. Мы находимся на ферриботе. На пароме. Супер. Ничего, фотка. Супер. Сейчас там внизу все как селедки. Вверху жара, полящее солнце. Ну, в общем, спрятаться пока негде. А тут вот ставят парус. И поплывут на свои яхты. Чудесно. А у нас уже отход через 4 минуты. Мы уже грузить никого они не будут. Потому что машина битком все забита. Мы были последние, кого они загрузили. И все. Уже были списки. Билеты были выписаны, как ни странно. Хотя мы до последнего не были уверены. Нам не приходило никаких подтверждений о том, что у нас есть билеты. О том, что они оплачены. Но, тем не менее, сейчас уже у нас просто посадились. Назвали наши имена. Значит, не ошиблись. И сейчас мы поплывем в дачу. Сейчас мы посмотрим, какие у нас яхты припаркованные к порту Бодрума. Вот одну торпеду я уже вижу. Посмотри, какая серая блестящая яхта. Вообще, какая-то уникальная красавица. Блестящая такая. Ой. Она выделяется из всех. Прощайте яхты. Прощай море. Бодрумский залив. Как хорошо на воде. Слышь. Я там плыву. Красава. Девушка снимает вот тот берег, который уходит. А я снимаю то, что впереди. Вот тут ветряные мельницы. Вот такие эти круглые колобахи наверху. То, что мы не увидели с берега, мы увидели с моря. А посмотри, какая дорога идет к ветряным мельницам. Видишь? Вот. Смотри. Но это не та, которая расстановлена. Тут с двух сторон крепости Бодрумской боли. Я пока снимаю. Мне тут нравилось. Снимай, пока мы еще и не встали. Да. Вот пищица Игейское море. Вот яхта. Вот белый город Бодрум, который мы оставляем. К сожалению. Едем в город Марморис. Но сначала приплывем в дачу. Это такая небольшая морская прогулка. О, уже далеко. Купили. Заняли место на палубе, на комфортабельном пароме. Внутри душно, а снаружи жарко. Вот мы сидим. Охлаждаемся. Красота. Красота. Ты думаешь, что ты делаешь здесь? Угу. А что сам там делаете? Пойди. Тапки потеряешь. Да? Не потеряем. Не потеряем. Не потеряем. Самое небесно сказано. Нет. На улице нет моря. Просто синий-синий. Останешься синий. Просто нахи. И даром. Красава. На этой позитивной ноте я хочу закончить видео о бодруме. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Это стимулирует меня на создание новых видео. Всем добра и мира. И пока-пока.